Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Мы вновь в нашей студии. Марина Гест, Типан Арефьев, художественно поправляясь в свою легкую блузочку. А все почему? Потому что сегодня тема эфира День художества. Да, вот, кстати, сейчас, Типан, информация будет для тебя, для меня, для тех, кто хочет научиться рисовать. Для этого не обязательно тратить годы. А вот как это сделать, нам расскажет наш большой друг Мария Машенька, которому приветствую. Мария Мелис, художник-преподаватель изобразительного искусства, даже у которой я нарисовал акварелью, да, Маша, мы нарисовали? Да, да. Акварелью. Даже ты, Типан. Потрясающий пейзаж. Вот, Маша, доброе утро. Доброе утро. Мария, скажите, пожалуйста, сколько нужно учиться рисовать, чтобы, допустим, рисовать как художник какой-нибудь профессионал, там, Айвазовский или Малевич. Я могу же, Маша, ответить. Я научился за 15 минут, это была потрясающая картина, многие наши зрители это видели. Ну, Маша, давай серьезно, правда. Ну, чтобы как Айвазовский научиться рисовать, надо учиться всю жизнь. А вообще, то есть, какой-то такой минимальный навык можно получить за, там, несколько месяцев занятий регулярных. Ну, какие-то простые вещи. Ну, а сколько раз в неделю, допустим, нужно заниматься? Ну, дети мне занимаются примерно 2-3 раза в неделю ходят. А взрослые? Взрослые обычно по возможностям и велению души. Сколько есть свободного времени? Сколько могут. Ну, Маша, а вот с чего нужно начать? Я понимаю, что начать нужно с того, чтобы прийти к вам, но вот далее. С выбора темы, вот, то есть, с выбора сюжета, с выбора того мотива, который хочется изобразить. Многим сразу хочется сделать что-то там такое грандиозное. Начинать надо с простых вещей, учиться рисовать объекты природы, там, какие-нибудь фрукты, овощи, там, еще что-нибудь такое. Пейзажи, природу, да. А вот, допустим, чем лучше рисовать? Вот для начала. Чем проще, проще, да. Это мелкие, это карандаши, это краски. Акварель, гуаши. Ну, это уже в зависимости от вкусовых предпочтений можно, краски. Самые простые в обиходе, наверное, это все-таки акварельные краски, да. У них сложная техника, но и для них не нужно там специальное оборудование. Простые карандаши, цветные карандаши, пастель. А вот знаешь, Маша, сейчас вот безумно популярно, вот все меня поддерживают, в том, что вот эти вот картины, где рисуют по номеркам, люди успокаиваются, получают свое удовольствие. Вот вы, как профессиональный художник, как относитесь к этому? Да, отношусь положительно, потому что это в любом случае какой-то творческий момент. Человек получает удовольствие, расслабляется, ему приятно. Ну, как бы, к изобразительному творчеству это имеет не так много отношения, но в качестве релакса почему нет? А если ты год назад или полтора начал рисовать картину, она у тебя до сих пор... В недоделанном виде. Вот скажите, пожалуйста, может, вы покажете несколько приемов? Да, Маша, давайте хотим. Вы же не случайно взяли с собой карандаши? Ну, что делает картина живописной? Самое главное, это подобрать контраст. Я сегодня взяла на съемку вот карандаши разных оттенков. А вот алифон, потому что черного цвета. Да, то, что черный цвет, это же всегда рисуют на белом. Чем ярче, так скажем, карандашик, тем ярче он смотрится на темном фоне. Например, я хочу сделать небольшую пейзажную зарисовку. Пусть у меня будет сначала дальний план, я линию горизонта обозначу. Вот так, друзья, если вы не видели, как пишутся картины, вот я несколько раз уже и завидел, и Маша меня учила, то, что сначала это непонятные черточки, но потом легким взмахом руки профессионала это превращается просто... Мы же с вами на Южном Урале живем, да, поэтому у нас будут с вами синие горы, да. Несколько движений обозначают. Это только два оттенка синего, да, мы уже используем? Да, один похолоднее, другой потеплее. Чуть-чуть вот такими легкими движениями обозначу... Край тысяча озера, опять же, да? Да, обозначу, вот пусть здесь будет озеро какое-нибудь. Какое озеро любимое? Тургаяк берет. Тургаяк, берем Тургаяк. Тургаяк, берем, хорошо. Так, сейчас другой кенок цветов сейчас появится. Отлично. Пусть здесь солнце утреннее встает, да? И брики на воду немножко отбрасывает. А то, что черный альбом, я ни разу не видела черный альбом, это какой-то, не знаю, для профессионалов, да? Ну, вот на белом фоне это будет смотреться гораздо менее ярко, чем на черном. Так, солнце встало. Солнце встало, да. У нас что-то еще будет? Небо. Небо немножко обозначить, пусть облака перистые будут. У меня пастельные карандаши, их можно растирать. А, еще техники пальцем дорабатывают. И получать вот такие вот плавненькие переходы. А сколько нужно заниматься, чтобы, допустим, вот так рисовать? Вот так вот за 30 секунд сделать пейзаж. Я 30 лет учусь. Так очень спокойно. 30 лет учусь. А научилась, я хочу спросить. Ну, не знаю, это видит уже зрителям, как бы, но что-то где-то, наверное, немножко научилась. Нет, как говорили мне мои мастера в институте, когда я учился, в театре первые 25 лет сложно. А потом привыкнулись. Да-да-да-да-да. Я работаю 27, еще не привыкну. Да-да-да-да, они все правильно говорили. Я мой любимый мастер. Когда ты привыкнешь, значит, успокоишься. А для творческого человека... В принципе, уже пейзаж есть, да, отчасти. Но теперь нам надо сделать его немножко пожелее. Маш, извини, можно я сейчас сразу покажу зрителям? Ребят, Антон, это я к оператору обращаюсь. Смотрите, друзья, вот это за 30 секунд. Мы видели только что с вами картину за 147 миллионов долларов. Я бы поспорил, что красивее. Ну, вот это и есть художественное искусство, это и есть переговор. Вот это классно. Это красиво, и это было сделано на ваших глазах. Маш, огромное спасибо. Спасибо большое. Безумно красиво. Дорогие друзья, я напомню, что в студии у нас была Мария Мелес, преподаватель, художник, преподаватель изобразительного искусства. Да, мы говорим Маше огромное спасибо. А далее сюжет тоже о художнице. Только она рисует наша жительница Челябинска не на холстах, не на черной бумаге, как делает Маша, а на стенах в своем подъезде. Давайте посмотрим, как она это делает.